В Крыму серия мощных взрывов в районе Новофёдоровки. Там расположена военная авиабаза. Причины произошедшего пока не разглашаются. Пентагон выделяет миллиард долларов на военную помощь Киеву. Всемирный банк даст 4,5 миллиарда на поддержание украинского правительства. Турция планирует строить на Украине завод по производству байрактаров, сообщили в украинском МИДе. Песков ответил, если он появится, попадет под демилитаризацию. Глава Херсонской области Сальдо по-прежнему в тяжелом состоянии с неизвестным диагнозом. На выходных у своего дома был убит замглавы Новой Каховки Гура. Власти ДНР договариваются с Северной Кореей о поставке рабочих для восстановления городов. В Беларуси начались двухнедельные учения ПВО и ВВС. Лукашенко призвал не расслабляться. Нас подожгут и будет хуже, чем в Украине. Нутром чую. Южные аэропорты страны остаются закрытыми минимум до 17 августа. Эстонский премьер Каллас вслед за Зеленским призывает покончить с туризмом из России. Это привилегия, которой граждане должны лишиться. Это нацистская хрень, ответил зампред Совбеза Медведев. Россия пока временно отказалась пускать на свои ядерные объекты американских инспекторов. Причина пояснили в МИДе. Российские специалисты не могут проверить американские боеголовки. В Госдепе заявили, что не разглашают детали переговоров по ядерному оружию. Китай продолжает учения, которые должны были закончиться еще в воскресенье. По данным South China Morning Post, на следующем этапе будет отрабатываться окружение и оборона Тайваня. Япония провела маневры, по сценарию которых над страной нависла угроза уничтожения. В Осаке ультраправые пришли к российскому генконсульству и потребовали вернуть курилы. ФБР обыскало резиденцию Трампа. Он считает это подготовкой демократов к выборам 2024 года. По данным Washington Post, среди изъятых документов переписка Трампа с Ким Чен Ином. Одновременно в нескольких городах США прошли обыски в штаб-квартирах ультраправых организаций, заподозренных в связях с Россией. Путин запретил ряду западных компаний продавать свои активы в России. На неопределенный срок заморожены сделки итальянской Enel и финской Fortum, которые, среди прочего, занимаются строительством ветряных электростанций. По словам Володина, три четверти иностранных компаний так и не ушли из России. Яндекс закрывает службы доставки в Париже и Лондоне. Украина прекратила прокачку российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию. Крупнейшие корпорации мира фиксируют снижение прибыли. По данным Nikkei, лидеры спада – производители автомобилей, электроники и бытовой техники. Китайский авторынок по итогам июля прибавил 20%. Экспорт из Кайнер в Россию, по данным Bloomberg, вернулся к пиковым значениям начала года. Тем временем средний чек на новый автомобиль в России вырос на четверть – до 2,3 миллиона рублей. По данным коммерсанта, в автосалонах почти закончились люксовые машины. В России начали разбирать на запчасти самолеты, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли. По их данным, Аэрофлот уже пустил под нож два Суперджета и один Аэрбас. За последние три месяца не взлетало около 15% лайнеров Аэрофлота. А Минюз США выдал ордер на арест самолета, принадлежащего депутату-единороссу Скотчу. Аэрбас оценили в 90 миллионов долларов. Состояние народного избранника, по данным Forbes, почти 5 миллиардов. Коммерсант узнал о грядущей нехватке инженеров. В целом ряде региональных вузов – сильный недобор студентов на технические специальности. Среди причин низкого интереса – экономические условия и политика властей на популяризацию IT-отрасли. Впрочем, и в ней стало сложнее найти работу. Как пишет Forbes, из-за кризиса компании перестают брать молодых специалистов и сокращают программы стажировки. В Ассоциации электронных коммуникаций успокаивают. Больше половины уехавших IT-специалистов планируют вернуться в ближайшие полгода. Минцифры тем временем предлагает собирать биометрические данные, не спрашивая граждан. Это повысит их безопасность. Впрочем, можно потребовать уничтожения таких данных, уточнили в министерстве. А сенатор Рукавишникова просит Роскомнадзор выяснить, не является ли противозаконным использование VPN-сервисов. Они запрещены в Беларуси, КНДР, Туркмении, Турции, Ираке и Иране, объясняет свой запрос Рукавишникова. Рукавишникова.